Утро понедельника в детской поликлинике, а на приемах у педиатров почти все по одному поводу – ОРЗ и ОРВИ. Я болею неделю уже, насморк, горло болит и кашля. Как думаешь, это что? Наверное, простуда простая. Кашля, насморк, насморк непрекращающийся. Бесконечный насморк, никак не можем вылечить. Я думаю, что это какая-то инфекция, потому что все-таки он в школе, в первом классе учится, у них там все болеют. Но хуже всего, когда родители не хотят идти в поликлинику и начинают заниматься самолечением. К самолечению положительно, то есть на первоначальном этапе я тоже применяю травки, массажи и все. То есть, если, конечно, температура высокая, тогда обращаемся к врачу. Врач Юрий Борисов советует отказаться от подобной практики. Лучше пить витамины, одеваться по погоде и, конечно, не забывать о профилактике. А если ребенок все-таки заболел, то первым делом обращаться к врачу. Хотел бы обратить внимание родителей и, конечно, населения нашего района. В плане того, что профилактические прививки – это одно из самых ощутимых тех мероприятий, которые, в принципе, дают сразу эффект. Снижение заболеваемости, учитывая то, что иммунологический подъем, иммунологическая прослойка населения улучшается, и дети меньше болеют. Однако прививкам доверяет далеко не каждый. Мария Марковникова пришла в детскую поликлинику с сыном Тимофеем. У мальчика кашельный насморк. Верные спутники ОРВИ. За помощью обращаются сразу к педиатру. А к профилактическим прививкам, говорит Мария, относятся с опасением. Прививки мы все делаем, но не против вирусов, против гриппа мы прививки не делаем. Почему? Потому что их очень много вирусов, и конкретно попасть очень тяжело. Боимся навредить, сделать хуже. Но именно благодаря вакцинации, приведенной медиками к профилактической работе, тенденция к заболеванию ОРЗ и ОРВИ в Видном идет на снижение. На сегодняшний день это лишь 90-140 случаев. А если принимать меры предосторожности, вовремя обращаться за рекомендациями к врачу и делать прививки, вероятность заболевания респираторными инфекциями и вовсе сойдет на нет. Виктория Тилатова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.